Нельзя удачу запрограммировать, но зато можно запрограммировать неудачу. То есть это богиня, вот просто вот представьте этот момент, это богиня, которая может обратить на нас внимание, может не обратить. И я не могу гарантировать, что я ей понравлюсь, но я могу гарантировать, что я ей не понравлюсь. То есть точно так же, как и с любым другим человеком. Как произвести впечатление, сложно ответить, потому что у людей там разные вкусы, разное настроение, мы можем сделать все правильно, но у человека просто вот такое настроение сегодня, что его ничего не впечатляет, не дано, не получилось, не сегодня. Но мы точно знаем, как сделать так, чтобы от нас отвернулись, чтобы отвратить от себя. И здесь все то же самое. И поэтому, отвечая на вопрос, в том числе про счастливые числа, про какие-то знаки судьбы, кто угодно, есть такое правило, говоря о теме удачи, есть такое правило, что нужно очень стараться, чтобы у нас не было несчастливых каких-то чисел, несчастливых примет. Они почему-то могут происходить, но счастливые – это хорошо. Они по той же причине, что вот не выпало мое счастливое число. Ну, ладно, это не значит еще, что мне не повезет. Я открыт. И тоже мы будем еще сегодня об этом говорить, о том, что очень важно быть открытым к возможностям. Собственно, как случится удача, если я закрыт? Как я выиграю условную лотерею, а если я не покупаю лотерейные билеты, я вообще из дома не выхожу? Ну, никак это не случится. Я не открыт этой удаче. Вот ей нужно быть открытым. Но если мы закроемся, мы точно запрограммируем неудачу. И в этом смысле опасны несчастливые числа. Вот вы видели где-то 13, и все, вы уже ждете, что с вами что-то случится. Помните, я вам не просто так рассказывал историю про то, как работает наш мозг, и как формируется то, что можно назвать мозговой доминантой. То есть мы сфокусированы на несчастном случае. Мы увидели черную кошку, увидели там бабу с пустым ведром, увидели там стоящую лестницу, прошли под ней случайно, и все, мы уже сфокусированы на том, что может случиться что-то плохое. И мы уже ничего не замечаем. Мы ждем, ждем этого несчастья. И, конечно, оно не применит случиться.